Петербургская штаб-квартира Русского географического общества. Заседание комиссии спелеологии и корстоведения. Ведущих специалистов по изучению пещер и природных полостей планеты. В этот раз, помимо итогов очередных экспедиций, обсуждали еще одну важную тему. Подземные туристические маршруты. Секретарь комиссии, спелеолог-исследователь Антон Юшко показывает нам буклет фотовыставки о карьере Русский Алла, которая проходила здесь, в Малом зале РГО всего несколько лет назад. Сегодня подземные гроты бывшего мраморного карьера уже один из популярнейших маршрутов Северо-Запада. Но по словам исследователя, перспективы такие же большие, как и сложности, с которыми придется столкнуться. Перспективы огромные, спелеотуризм необходимо развивать. Но вот вся проблема в том, что подземные объекты уязвимы, и, мне кажется, нужно искать баланс. То есть так вот сходу вводить в оборот новые-новые экскурсионные природные пещеры, я думаю, что некорректно. Нужно постараться использовать разумно уже те пещеры, в которых созданы экскурсионные тропы. В странах Европы спелеотуризм существует почти полтора века. Например, во французской пещере Лоско можно свободно полюбоваться рисунками древних людей. А в испанской пещере дракона услышать целый симфонический оркестр. В окрестностях Петербурга, уверяют специалисты, пещер очень немного. Рукотворных на месте бывших горных выработок несколько десятков. Природных – единицы. То есть каждая пещера на вес золота. По словам председателя комиссии спелеологии Юрия Лехницкого, самое сложное – сделать посещение пещерного мира доступнее, но при этом не навредить ему. Это должен быть разумный туризм, потому что мы иногда сталкиваемся с чем? Вот нахуй тут пещеру. А, давайте вот будем ее использовать, тролевали. Через год там ничего нет и показывать уже нельзя. Да. Ну, хищническое использование. Должен быть регламент. Они идут по, значит, специально подготовленному экологическому маршруту. Как раз с таким маршрутом мы и решили пройти со спелеологом Игорем Хлебалиным. С ним мы направляемся к знаменитым Саблинским пещерам и специально делаем остановку на берегу Тосны. В пещере нельзя прикасаться к стенам, чтобы не осыпать породу и не нарушить микроклимат. А здесь можно безопасно изучить их фактуру и состав, и даже сделать необычные находки. Мы здесь находим остатки ископаемых животных. А вот это вот что? Ну, подумайте, на что похоже из современного. Окаменелость какая-то? Да, окаменелость. Посмотрите, вот у этого животного, видите, было три отдела в теле. Животное, соответственно, называется Трехдольник по-русски или Трилобит. Саблинские пещеры, по сути, горные выработки, в которых с середины 19 века добывали кварцевый песок. И самая большая из них, Левобережная, уже полтора десятка лет, как превратилась из заброшенной шахты в туристический объект. С железной решеткой многочисленные проходы и коридоры, в которых можно блуждать часами. И потолок порой настолько низкий, что сразу понимаешь, почему без каски вход сюда запрещен. Ой, я вот не особо высокого роста, но здесь все равно приходится пригибаться, да? Да, ну вы понимаете, что добыча песчаника здесь не вчера велась. Мы, естественно, идем не по коренному полу, на котором стояли горняки. Да, вы, конечно, видите, упавший со сводов. Посещение только с экскурсоводами, которыми выступают опытные геологи и спелеологи. Впрочем, и для историков здесь немало интересного. Тут засечки от шахтерского инструмента, а там манекен горняка в полный рост. Именно так выглядят горняки, которые у нас здесь сто лет назад трудились. Примерно так добывали здесь камень когда-то. Добывали здесь кварцевый песчанин для производства стеклорода. Ага, вот такой, да? Да, труд был ручной, добывали с помощью кирки. Многим объектам тут уже давно даны названия. Например, длинный широкий туннель, Бродвей. Или узкий лаз, Кошачий. Или подземное озеро Капитана Немо, из которого, кажется, вот-вот вынырнет Наутилус. Целый мир со своими законами и правилами, которые следует помнить каждому подземному туристу. Всегда нужно в первую очередь помнить, что пещера или горная выработка – это памятник природы, либо истории горного дела. Он, разумеется, достаточно хрупок, нуждается в защите. В любом случае не нужно оставлять следов своего пребывания, уведомлять себе будущее поколение о том, что именно здесь был Вася. Но самое главное – помнить, что в подземелье ты – гость. После того, как шахты были закрыты, здесь появились постоянные обитатели. Например, вдоль подземного ручья можно встретить зимующих бабочек, жаб и древесных лягушек. Вот, кстати, интересный факт. Игорь мне рассказал, почему в этой пещере такой приглушенный свет. Здесь зимует одна из самых больших в Ленинградской области колоний летучих мышей. Одна из них, кстати, висит прямо над моей головой. И вот, чтобы не разбудить мышек, здесь используются вот такие специальные красные лампы. Так что не будем будить мышей и аккуратно пройдем дальше. Мы находимся сейчас в зале Большой Космический. Он же зал Угрюм. Космический? Да, космический. А почему? Обратите внимание… Космических размеров? Ну, в принципе, да, он в этой пещере самый крупный. Кроме того, обратите внимание на вот эту вот как будто космическую расцветку свода. Мир пещер в целом спелеологи иногда называют спелеокосмосом. Ну и у спелеологии, и спелеонавтики, и космонавтики на самом деле достаточно много общего, как ни странно, хотя космонавты отправляются, казалось бы, вверх, в небо, мы под землю. И такой космос, доступный для туристов, можно сделать по этому примеру и в пещерах Гатчины, и в полузаброшенных выработках Старой Ладоги. Ведь чтобы окунуться в этот мир, совсем не нужно лететь в другую страну. На него почти не влияют курсы мировых валют. Нужно лишь внимательнее посмотреть под ноги. В буквальном смысле. Антон Цуман. Пусть города.